Еще раз. Увидеть экспонаты музея Мирового океана сейчас можно только на музейной набережной. Доступ в экспозиционные залы и на борт научно-исследовательского судна «Витязь» для посетителей сейчас закрыт. Но это не значит, что жизнь здесь замерла. Работа кипит на палубе, в каютах и в трюме корабля. Сотрудники несут на борт манекен, изображающий графа Рязанова, русского дипломата и путешественника, одного из руководителей первого русского кругосветного плавания, стоявшего у истоков российско-американской компании. Его фигура дополнит новую экспозицию «Русская Америка». Выставка расскажет о первых русских на берегах далекого континента. У Николая Петровича Рязанова были светлые волосы, поэтому мы купили ему такой светлый парик, это мужской парик, по моде того времени, и мы сделаем ему прическу, как на портрете. На «Витязи», который вернулся из дока после ремонта в конце декабря, сейчас полным ходом идет наполнение экспозиций. Музейным работникам предстоит восстановить более 30 помещений. Каюты экипажа, лазарет, залы, посвященные истории научного флота, маршрутом великих экспедиций, первым кругосветным путешествием, полярным исследованием. Мы не делаем с ноля, и в этом, кстати, особенная сложность, потому что здесь существовала и существует неплохая экспозиция, но, естественно, прошло время, и потом вот это то, о чем мы хотим рассказать, мы добавляем новые экспонаты, мы вносим новые сценарии. Огромная работа предстоит в трюме. Там разместят экспозицию, посвященную подводным исследованиям. Это тысяча предметов, это сотни квадратных метров стекла, для того, чтобы смонтировать все витрины. Это очень трудоемко, разобрать всегда проще, чем собрать. А с учетом того, что после докования нам нужно не только восстановить экспозицию, но еще и создать новые выставки, конечно, нагрузка на сотрудников увеличилась. Одновременно на Витязе идет косметический ремонт. В салоне команды, во внутренних коридорах, в ходовой рубке и на палубе запах свежей краски. В кают-компании, например, уже все готово. Перестелили ковровое покрытие, покрасили потолок и стены. Чтобы полностью восстановить экспозицию Витязя, работникам музея понадобится еще как минимум два месяца. Они надеются, что к тому времени музей сможет открыть для своих посетителей все залы и корабли. Жанна Меллер, Наталья Красакова, Калининград, ОТР.